Я бы процесс возвращения граждан разделил на несколько этапов. Первый этап, я думаю, что этот вариант будет базовым, основным, будет возвращаться население в районный центр. Их значительно можно быстрее восстановить и будет правильно начать восстановление освобожденных территорий с каждого райцентра. Тем более, даны поручения, по каждому городу готовится генеральный план. Исходя из этого будет рассчитано, то есть и любая инфраструктура будет рассчитана на столько, сколько человек будет проживать в этих городах. Я хотел бы напомнить один момент. Президент на совещании по итогам 2020 года попросил провести опрос среди вынужденных переселенцев с целью уточнения числа тех, кто хочет вернуться на эти территории. Президент на сегодняшний день. Президент на сегодняшний день. Президент на сегодняшний день. Президент на сегодняшний день. Это не совсем правильно. И даже если бы не было бы оккупации этих территорий, был бы процесс естественной организации оттока из этих районов в Баку, другие города, те, кто учится и все прочее. Поэтому рассчитывать, что все там 750 тысяч, 800 тысяч, а может того больше человек вернутся на освобожденные территории, это, наверное, было бы неправильно. И сразу создать на 800 тысяч за короткий период времени инфраструктуру и условия для такого большого числа граждан – это действительно сложно. Поэтому я говорю, первый этап – это восстановление райцентра. По мере восстановления райцентра уже пойдет второй этап населенных пунктов села, которые имеются вокруг этих райцентров. Минимум 10 лет займет все вот это восстановление, то есть период процесса возвращения, он займет минимум 10 лет. Я думаю, что рассчитывать на то, что всех переселить за короткое время – это будет не совсем верно.